Сразу после завершения командного чемпионата Европы министр спорта России Виталий Мутко встретился со спортсменами-триумфаторами. Спортсменов победителей командного чемпионата Европы журналисты встретили аплодисментами. А затем и сами спортсмены аплодировали министру спорта Виталию Мутко и главному тренеру команды Юрию Барзаковскому. Министр заявил, что гордится спортсменами и командой, которая боролась до последнего и победила. Мне кажется, такой турнир команды, это как жемчужина в легкой атлетике. Мне кажется, он очень удачный, когда только 12, по сути, стран, только финалы, только сильнейшие. И среди них вы самые сильнейшие. Это, конечно, здорово. И я скажу здесь, неважно, кто даже сейчас победил, кто какое место занял. Знаете, вот главное, что мы видели, что вы каждый выступали за страну и каждый чувствовал. Вот он, знаете, даже понимает, что он может первый не прибежать, не прибежать. Ну вот ускориться хотя бы еще один балл копилку, это, конечно, здорово. Поэтому, конечно, вам огромное спасибо. И я всегда знал, что в легкой атлетике у нас работают самые талантливые, самые красивые, самые, знаете, вот преданные спорту люди. Виталий Мутко обещал сделать все, чтобы у спортсменов не было проблем с подготовкой к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро. Михаил Игнатьев, в свою очередь, также поблагодарил спортсменов за красивую борьбу и красивую победу. Мы всегда готовы создать все условия, когда вы хотите по своим отдельным программам приезжать. Дай Бог всем вам благословения Всевышнего, здоровья и дальнейших побед. Низкий вам поклон. У олимпийской чемпионки Татьяны Лебедевой свой взгляд на проведение подобных соревнований. Такие соревнования, как командный чемпионат, они объединяют. И это, конечно, действительно, нам служит как со стороны зрителей. Это ощущается, вот эта энергетика, когда каждое очко бьется за хотя бы кого-то обогнать. Такие города, как Чебоксары, Казань, может быть, еще не совсем избавлены, как Москва или Санкт-Петербург. Но это говорит о том, что мы такие векторы именно в регионы проводим, такие соревнования именно такого масштаба. Это говорит о том, что как раз мы сильны не только столицами, именно такими федеральными городами, а именно как раз глубинками. Виталий Мутков просил спортсменов обращаться к нему с любой просьбой. Просьб не было. После такой победы говорить о них не хотелось. Хотелось праздновать. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика.